Проблемы общественного транспорта уже недалекая перспектива. Реальность. Омск вновь оказался на грани транспортного коллапса. Муниципальные ПТП не могут рассчитаться за топливо. Долг уже перевалил за 100 миллионов. К декабре может вырасти до 400. Автобусы просто не выйдут на линию. Директор департамента транспорта в очередной раз предлагает, чтобы заплатили пассажира, призывает повысить стоимость проезда и жалуется на нелегальных перевозчиков. Мой коллега Дмитрий Ковалев выслушал все мнения и расскажет, что ждет муниципальный транспорт и пассажиров. Муниципальный автобус для Сергея Макарова единственный способ добраться в университет. Студент купил безлимитный электронный проездной. А на маршрутных такси не ездит. Пытается экономить. Я все время езжу от УЗА домой минут 20. И в 20 минут стоять не очень хочется. Автобусы дешевле. Маршрутка обычно 25 рублей. Никаких скидок нет, на смотре на то, что студенты или пенсионеры. Остаться в боксах треть пассажирских автобусов Омска может уже в начале ноября. Транспортным предприятиям нечем платить за топливо. Из-за долгов по налогам и перед поставщиками горючего у двух ПТП, второго и четвертого, арестовали счета. Директор департамента транспорта Виталий Маслик еще в начале недели успокаивал омичей. Калапса не будет, успокойтесь. Не волнуйте наших жителей. Городской бюджет ищет возможность выделения определенных денег для того, чтобы погасить долги 2015 года. Уже на следующий день чиновник говорил менее оптимистично. Скажем так, острые угрозы, конечно, у нас есть. Риски большие, но, скажем так, обвала мы не ожидаем. Но риски большие. В ноябре 2015 года из-за того, что городские ПТП не платили за топливо, машины перестали заправлять. 200 автобусов не вышли в рейс. Амичи стояли на остановках по несколько часов. А с окраину ехать и вовсе было невозможно. Ситуация сейчас практически не изменилась. К концу года долги продолжают расти. Одно из немногих предприятий, которое еще в состоянии зарабатывать – восьмое ПТП. Прибыль за этот год – 10 миллионов рублей. Но и эти деньги тратят не на новые автобусы, а на погашение долгов. Из 17 маршрутов прибыль приносят только 5. Конечно же, нам нужна помощь администрации города Омска, которые на сегодняшний момент перед нами имеют задолженность в размере 16 миллионов рублей. То есть, если нам эти деньги город вернет, заработанные нами деньги эти вернет, мы их направим также на погашение задолженности. Долги у перевозчиков скопились из-за многолетней работы в убыток. Годами муниципальные ПТП возили пассажиров по заниженным тарифам. Сейчас деньги, заплаченные пассажирами за проезд – единственный источник прибыли. Но в РЭК заявляют, омичи не должны платить за старые долги перевозчиков. Если речь идет о некомпенсированных затратах прошлых лет, то включать их повторно в новые тарифы. Оснований законодательством не установлены. В следующем году перевозчики заложили тариф за одну поездку в 37 рублей. Цена билета останется прежней, только если мэрия найдет деньги, чтобы доплачивать предприятию за каждого пассажира по 15 рублей. При этом только каждый четвертый омич пользуется муниципальным транспортом. Остальных обслуживают частники. Именно ситуация на рынке – причина кризиса муниципальных перевозчиков, говорят эксперты. Департамент транспорта очень много заводит частных перевозчиков на рынок, не спрашивая об этом муниципальных перевозчиков. Значит, все делается, на мой взгляд, для развала отрасли. Кому это нужно, остается большой загадкой. Максимально убрав с рынка частников, муниципальные предприятия выживают. Без повышения проезда. Это мое личное мнение, я в нем убежден на 100%. С января в Омске должны исчезнуть 27 дублирующих маршрутов. «Газели» заменят автобусы. Пока это лишь предположения чиновников, а долги растут. К концу года сумма достигнет 400 миллионов рублей. Если ситуация не изменится, то уже в декабре на маршрут не выйдут больше 200 автобусов. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко и Александр Рябуха. Омск здесь.